Здравствуйте! Часто говоря о буддизме, многие себе представляют некого йога, медитирующего йога. У него скрещены ноги в ожиренной позе, таким образом сложены руки, положены на колени в этой мудре, закрыты глаза, и он говорит Ом. Какова же на самом деле буддийская медитация? Сегодня мы поговорим об этом с Ширетой Ламой, усть-ардынского дацана Зарикто Батувим. Зарикто Лама, что из себя представляет медитация? Ну, на самом деле такое представление, я скажу, правильное, потому что медитация у многих ассоциируется как раз таки с тем, как озвучили вы, и, ну, это самая распространенная и такая известная медитация, которую мы называем созерцательной медитацией. Она как раз таки вот внешне видится таким образом. Ну, эта тема достаточно обширная, вот, и, ну, начну с того, что медитация делится на два вида. Это аналитическая медитация и созерцательная медитация. Вот, ну, аналитическая медитация, вот, что это такое, да, как пример я назову, это буддийские диспуты. Буддийские диспуты, которые проводятся в буддийских монастырях. То есть он называется чойра, да? В философских монастырях, которые мы называем чойра, да, когда два монаха, значит, один сидит, другой стоя, и, значит, они дискутируют по какой-то выбранной теме буддийской философии, и тем самым происходит размышление и анализ над чем-то, да, вот, над темой. И, соответственно, это называется медитацией. Также это медитация, пусть не в позе ваджраны, но, тем не менее, это аналитическая медитация. А есть ли вообще какое-то определение медитации? Медитация — это тренировка ума. Если двумя словами так озвучить, тренировка ума, она, это особая техника, значит, сделать ум яснее. Для того, чтобы познать объекты, чтобы познать суть вещей, вот, это главная цель, да, медитации. Вот, но существует и, так сказать, близкая, первоначальная какая-то цель, да, ступени такие. То она, эта техника медитации, она способствует успокоению, умиротворению ума. Вот, она, медитация, на самом деле, это такое, такое упражнение для ума, которое нужно, актуально для всех, абсолютно для всех. Ну, вот вы говорили про аналитическую медитацию, а там, разве происходит вот некое такое, в то, что вы вложили в это определение, да, вот, тренировка ума. А на одну ли тему они там все мыслят, вот, однонаправлен ли их процесс? Сам процесс диспута, разумеется, он однонаправлен, потому что там выбирается одна определенная тема, которую монахи-ламы обсуждают, которые они анализируются с разных аспектов ее, вот, ищут определения, характеристики, и, тем самым, приходят к какому-то одному, там, выводу. Вот, это и есть одна из, как раз таки, как подчеркивает, опять же, да, определение самой, самого термина медитации, как постижение сути. Вот, поэтому, чтобы постичь суть, для нас, нам требуется не только однонаправленный ум, так сказать, да, или созерцательный ум, но и требует размышления, обсуждения, анализ. Вот, с помощью этого мы можем также понимать суть вещей. А вот если человек идет и думает о какой-то проблеме, размышляет на какую-то тему, ведь он же тоже полностью сконцентрирован на этой теме, можно ли это назвать медитацией? Ну, это можно сказать, в кавычках, одним из близких, приближенных видов, вот, как раз таки, аналитической медитации. Но, идущий человек и размышляющий о чем-то, я не назову это абсолютной, да, медитацией, аналитической медитацией, я бы не назвал. Все-таки там есть определенные, опять же, критерии, так скажем, этого вида медитации, где обсуждаются определенные, там, допустим, буддийские темы и так далее. Вот это мы называем аналитической медитацией. А расскажите подробнее про созерцательную медитацию. Ну, созерцательная медитация, это, значит, медитация на созерцание, опять же, да. Что такое созерцание? Это, значит, удерживание в сознании объекта, вот, или концентрации своего сознания на одном выбранном объекте. Это, ну, в самом начале обычно является дыхание, то есть концентрация своего сознания на дыхании. Это когда мы через нос вдыхаем воздух, вот, и через рот медленно выпускаем. И таким образом там есть своя технология, вот, этой медитации. Таким образом мы можем... Это дыхательная медитация, так называемая? Это дыхательная медитация, это самый первый, так сказать, способ медитации, самый, так скажем, простой, да, доступный для простого, так скажем, обывателя. И дальше уже по мере, значит, роста, по мере своей привычки уже медитативной, так скажем, человек уже переходит на созерцательную эту медитацию. Это когда он удерживает в мыслях, в сознании своем один объект выбранный, и цель удержать его как можно дольше. Вот, удерживая, опять же, ты должен следить за своим умом, чтобы он не колебался, чтобы он не, допустим, чтобы ты не уснул во время медитации, опять же. И вот сам процесс, вот контроль самого себя, он происходит во время этого удерживания данного объекта. Ну, за объект берется, ну, в принципе, что угодно. Ну, вот знаете, в книжках по медитации есть же такие книги, там обычно говорят, вы должны поставить, ну, чтобы легче было сконцентрироваться перед собой свечку, и вот на ее фитилек вот этот вот, который горит, вы концентрируетесь, и потом вот этот огонечек, он уже у вас как-то расплывается. Рассеивается. Да, а вы в это время должны думать только вот об этом огне. Но когда ваши мысли ушли, там, в соседнюю комнату куда-то, вы поймали себя на этом, вы снова концентрируетесь на этом огне. Вот это правильный способ? Да, это одна из видов техник медитации. Вот, существует много разных видов техник, поэтому техника с огнем, с концентрацией сознания на огне очень эффективный, потому что ты, опять же, видишь, уже рассказали, что сознание рассеивается, да. Вот это и есть, характеризует наш ум, который не сконцентрирован. Поэтому, чтобы сконцентрировать, чтобы обуздать, так скажем, да, свой ум, вот как раз-таки такие подобные техники, они очень полезны. А для чего нам нужно сконцентрироваться и свой ум каким-то образом обуздывать? У нас ведь такой информационный поток идет, когда мы можем одновременно пить чай, говорить по телефону, что-то там делать другой рукой, просматривать новости, допустим. И в это время у нас еще включен телевизор. Ну, в это время говорить о медитации сложно, конечно, там никакой медитации и не будет в такой, скажем, момент. Это называется момент возбужденности ума, момент его рассеянности на разные объекты. Конечно, это самое, так скажем, состояние ума, когда он находится в таком, в очень возбужденном состоянии. Вот, и в таком вот как раз-таки, повторюсь, состоянии человек не способен приходить к какому-то объективному анализу, правильному решению. Он часто может ошибаться или впадать в стресс, или в депрессию, да. Вот, поэтому тот человек, который подготовлен, который медитирует, да, который занимается медитацией, он очень может правильно оценивать те или иные жизненные ситуации. В силу вот этого медитативного опыта, вот у него такая способность будет очень хорошая. Поэтому в чем вот польза медитации простому, вот обывателю-человеку, не обязательно даже буддисту, в том, что он благодаря этой медитации может предпринимать очень правильные, объективные решения, какие-то там, да, аналитические выводы для себя делать в простых жизненных, даже бытовых каких-то моментах, ситуациях. Вот, но если ум рассеян, то, разумеется, человек не сможет правильные какие-то решения предпринимать. Или переживать те же депрессии или стрессы. Человек неподготовленный будет гораздо сильнее, нежели чем человек, который умеет медитировать, который знает вот эти техники медитации. А можете вы сейчас какую-то, допустим, технику нам дать? Вот человек живет в постоянном стрессе, он реагирует на все очень активно, все происходит в его жизни, и от этого он сам страдает и впадает в депрессию, либо там какие-то еще у него бывают моменты в жизни, не совсем его удовлетворяющие всех остальных. Что же ему делать тогда? Ну, в этом случае я бы порекомендовал просто уединиться, где-то зайти в какое-то огромное тихое место и сесть, не обязательно в аджерную позу, но хотя бы можно на обычный стул, вот, опустив ноги вниз. И принять, значит, прямую осанку, вот, сложить ладони, да, там правую обычно ложить на левую, большие пальцы соединить, и вот, и свой внутренний канал нужно будет выпрямить, голову прямо, и, значит, тем самым постараться просто вдыхать и выдыхать воздух, и считать эти вдохи свои, и концентрировать свое сознание на этих вдохах. И тем самым ветра будут постепенно успокаиваться. Просто вдыхать и выдыхать, или есть какая-то техника определенная? Не, не просто вдыхать и выдыхать, а свое сознание концентрировать на этих вдохах и выдыхах. Важно, это вдыхать воздух нужно через нос, через нос вдыхать, а выдыхать через рот. Вот, таким вот образом повторять, ну, допустим, 7 раз, вот, сделать перерыв и продолжить опять. И так можно вот 3 раза, и самое главное, это мысли надо концентрировать на этих вдохах и выдохах. Еще есть другие разные техники, представлять у себя в груди, в районе груди перышко, птичье перышко. И при вдыхании оно как бы поднимается, перышко, при выдыхании оно опускается вниз медленно. И вот свое сознание нужно сконцентрировать на этой перышке, и это перышко поднимать и опускать, поднимать и опускать. Вот такие вот техники, они самые, в принципе, и доступные, и простые, и достаточно. Поэтому такая техника поможет преодолеть какие-то стрессы или, там, депрессивные состояния. Спасибо большое за ректулама. Мы сегодня говорили о медитации, о том, как правильно медитировать. И за ректулама даже нам показал одну из дыхательных медитаций, как это нужно делать. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова